Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Мацаналы. С наступлением туристического сезона бизнес-сообщество вновь озаботилось готовностью инфраструктуры Кыргызстана принять иностранных гостей. Не так давно был проведен круглый стол, где бизнес-ассоциация «ЖИА» предложила представителям аэропорта Манас, государственных структур, туроператоров и представителей туристической отрасли обсудить ситуацию в главном аэропорту страны. По мнению участников, аэропорт скорее пугает, чем привлекает иностранных гостей. Бизнес предлагает решать проблемы Манаса через государственно-частное партнерство. В стране уже едва начавшись провалилась первая попытка реализации первого проекта ГЧП в Кыргызстане «Безопасный город». Какие уроки можно извлечь из этого печального опыта и лучших примеров партнерства государства и частных инвесторов в интервью Айсулу Тикимбаевой рассказал председатель бизнес-ассоциации «ЖИА» Умбриэль Темиралиев. Умбриэль, ну давайте начнем с того, что вообще такое государственно-частное партнерство. Вообще во всем мире это относительно молодой такой инструмент совершенствования инфраструктуры, если не ошибаюсь, это где-то в 90-х он появился. Насколько он вообще показал свою эффективность и что вообще из себя в идеале представляет этот механизм? Инструмент ГЧП это просто инструмент финансирования тех отраслей государства, куда правительство само не идет. То есть если бизнес куда-то инвестирует, он хочет быть уверен, что рисков там меньше. Если рисков много, то чтобы можно было, образно говоря, выбить свои деньги в течение 4 или 5 лет и получить ожидаемую норму доходности. Ожидаемая норма доходности это не менее 20 или 15% годовых. Но есть отрасли, которые нуждаются в инвестициях, которые могут дать хорошую отдачу, но они длинного характера. То есть любые инвестиции, они оправдываются не раньше, чем 15 лет. Так вот, этими отраслями обычно является инфраструктура. Начиная от мостов, заканчивая аэропортами, мусороперерабатывающими заводами, связь туда входит. Туда обычно частный сектор не идет, потому что сопряжено с очень многими рисками. Это во-первых. Во-вторых, ГЧП это тот инструмент, когда государство не использует свои средства из бюджета, находит, так скажем, инвестора, который берет определенную отрасль или инфраструктурный объект и доводит его до тех ожиданий, которые выставляет ему государство. ГЧП-механизм, он очень активно используется в Европе. Сейчас в России активно внедряется. И с началом кризиса в Казахстане тоже все это активировалось. Но, к сожалению, в Кыргызстане пока еще четкого понимания, что делать с этим инструментом, как его использовать в наших реалиях и как получить выгоду от этого как обществу, так и государству, пока у государства и правительства нет. Давайте начнем с закона. То есть закон уже подписали. У нас есть закон о государственном частном партнерстве. Насколько он работающий, насколько он реалистичен? Закон, он в принципе нормальный, потому что у нас не только нет законов. Есть еще около 13 или 14 подзаконных актов нормативно-правовых. То есть НПА у нас достаточно существенная. Безусловно, наверняка есть недоработки. Но чтобы понять, какие недоработки есть в юридическом поле, нужно сперва что-то сделать в практическом плане. Так как не то, что Кыргызстанская какая-либо компания, даже иностранная компания не смогла сделать ни один ГЧП-проект, соответственно, она не сталкивалась с теми проблемами в реальной жизни, которые должны быть отражены и решены в законах. Поэтому давать оценку подзаконным актом или самому закону сейчас преждевременно, потому что это все будет просто теорией и рассуждениями. Я вижу две проблемы со мной на пути реализации ГЧП. Во-первых, нет четкого понимания со стороны высшего руководства страны, какую пользу ГЧП-проекта могут принести стране. Вы думаете, нет понимания? Нет понимания, потому что я думаю, что люди думают, ГЧП это когда просто инвестор прибегает, дает кучу денег и решает те вопросы, которые правительство или государство не может саму решить. Отметь это не так. Любой частный оператор по партнерству не является дураком и, конечно же, считает свои деньги. Во-вторых, нет четкого понимания, как это делать. Никто не знает, как это делать, как структурировать сделки, какая методология должна быть, как правильно отбирать частного партнера по ГЧП сделать, из чего, какие требования ему выдвигать и как оценивать и мониторить эту работу. Третья, самая главная проблема. Большинство инфраструктурных проектов, которые могли быть интересны частному сектору в рамках ГЧП-проектов, сейчас находятся в руках у государства, соответственно, либо напрямую, либо опосредственно через фонд госгосударственного имущества, через какие-то акционерные общества. Соответственно, там есть определенный круг лиц людей, которые имеют интерес на объектах. Можно приводить кучу примеров. Самый яркий пример, который мне сейчас в голову приходит, это, наверное, безопасный город, это, во-первых, и, во-вторых, аэропорт Манас. Все мы понимаем, что нам нужен город, где фиксировались бы преступления, чтобы снизить аварийность и все такое. Все мы понимаем, что у нас проблема с тупиком аэропортом, что эту проблему надо решать. Но так как люди уже сидят и делают, скорее всего, очень хорошие деньги, даже вот аэропорт Манас, начиная от того, кто продает бахилы, совсем такого низкого качества, скорее всего, за завышенную стоимость, и заканчивая теми, кто продает прилетающим компаниям авиакеросин, там везде есть частный интерес. Любой проект ГЧП подразумевает, что приходит международный оператор, который перекрывает все пути этих нелегальных доходов. Соответственно, те люди, которые сейчас кормятся от инфраструктурных объектов нашей страны, останутся не у дел. И эти люди, используя свои связи в парламенте, даже до администрации президента или аппарата правительства, будут использовать все возможные способы, чтобы затормозить все эти процессы. Это самая главная преграда на пути ГЧП-проектов в Кагастане. Давайте о безопасном городе. Перед нашей беседой вы сказали о том, что уже, в принципе, можно говорить, в чем проблема была и безопасного города. Что там было? Больше каких-то личных дел, личных интересов по этому проект не прошел, потому что, в принципе, как вы уже сказали, международный инвестор нашелся, выразил желание, и уже даже на стадии начала реализации проекта это все затормозилось. Вообще-то комиссия хорошая была, насколько я знаю, потому что она была сформирована как из состава Министерства внутренних дел, так и из Министерства экономики и других организаций, которые выслушивали каждого претендента, который хотел выиграть этот проект. Насколько я знаю, из общедоступных источников выиграла одна компания, которую утвердил весь состав. Но внутри этого состава были люди, которые опротестовали это решение и решили присудить реализацию этого проекта другому претенденту. Соответственно, тот, который выиграл, но не смог подписать контракт с МВД, начал судиться с ним. Это очень большое пятно как на самом МВД, так и на правительстве в целом, потому что люди пришли, были готовы реализовать этот проект, но из-за того, что определенные лица среди государственного аппарата начали ставить палки в колеса, мы до сих пор не можем получить безопасный город. Почему это так важно и почему все туда пытаются залезть, так скажем? Ну, сами посудите. Если у нас в Бишкеке, скажем, 200 тысяч машин, даже спустим это до 10 тысяч машин, да, и каждый день, например, 30 или 20 процентов совершает какое-то правонарушение, и это правонарушение может стоить где-то в среднем тысячи сом, то, соответственно, где-то в день можно зарабатывать на этой системе от 200 тысяч долларов до 500 тысяч долларов, а в год это сумма около 100 миллионов, может быть, пока люди не привыкнут, пока будут нарушать. Возможно, реализация всего этого проекта – это 30 миллионов или 40 миллионов, то есть вложив средства, можно их очень хорошо купить в первый или второй год. А после того, как люди уже привыкнут бояться и нарушать эти правила дорожного движения, соответственно, это на убыль пойдет. Но, тем не менее, любой, кто придет сейчас, он может зарабатывать очень хорошо. И любой чиновник, который имеет отношение к этому проекту и может повлиять на процесс принятия решения, обязательно будет стараться поставить свои 5 копеек и заработать на этом. Ну, практика соседей того, что Аджикистана показывает, что такие проекты вообще окупаются чуть ли не в первые месяцы. На Ваш взгляд, вот все-таки то, что произошло у нас с безопасным городом, насколько большое, скажем так, пятно поставил на все возможные проекты ГЧП в Кыргызстане? Насколько вообще инвесторы будут теперь с некоторым скептицизмом относиться к тем проектам, которые предлагает Кыргызстан и там выставляет в рамках реализации государственного частного партнерства? Чтобы вы правильно понимали, ГЧП это не один инвестор, который приходит и говорит, я сейчас все сделаю сам, все профинансирование. То есть, если привести пример аэропорта Пулково, например, в реализацию этого проекта приняли участие около 30 или 40 разных компаний. Был организатор российский ВТБ, но там еще есть международный оператор, инвестиционный фонд, который вложил, и куча банков, которые предоставили кредиты. То есть, ГЧП это игра в долгую. Если какой-либо партнер приходит и договаривается с государством, как с партнером, то он хочет иметь понятие, что, или гарантии, что правила игры, они не изменятся в течение всего срока этой концессии, которую он получает. А где-то 10 лет? Это где-то в нашем законодательстве до 50 лет, но обычно это где-то 20-25 лет. И когда любой инвестор, он из своего кармана вкладывает средства, не только свои средства, но еще ставит свое доброе имя и привлекает кучу кредитов для реализации какого-либо проекта, он, конечно, хочет быть уверен, что та сторона, с которой он договаривается, будет держать свое слово. А здесь у нас выявляются два факта. Во-первых, нет единого лица, который от лица государства может принять решение и сказать, что будет так или эдак. Во-вторых, есть очень большое сомнение, что если ты сегодня договоришься с этим лицом, завтра при смене правительства или смене состава депутатов могут просто взять и пересмотреть итоги ГЧП решения. Поэтому вот этот безопасный город, он ляжет большим пятном на нашем, скажем, мундире, если так можно образно выразиться, и потребуется немало времени, чтобы показать правительству или государству в целом, что он является надежным партнером, и долгосрочные финансовые отношения с ним можно заключать и получать определенные гарантии. Умбриэль, вы уже упомянули один из успешных проектов в СНГ, аэропорт Пулково, который был реализован в рамках государственно-частного партнерства. И, насколько я помню, бизнес-ассоциация GIA тоже поддерживала идею о том, что аэропорт Манас должен стать одним из первых проектов. Какой опыт мы можем вообще взять с Пулково? И, с другой стороны, не слишком ли велика разница между международным аэропортом, который находится в Санкт-Петербурге, который совершает очень много международных рейсов, и нашим аэропортом Манас, тем более, что для многих кыргызских компаний закрыто там воздушное пространство Европы, да, то есть у нас очень ограниченное число рейсов. Наверное. Смотрите, я так думаю, что аэропорт Пулково – это очень хороший пример, потому что это не Домодедово, не Шереветево. Санкт-Петербург, да, он является большим городом, но не настолько значительный, как Москва. Пулково до своей реорганизации был небольшим аэропортом, и этот пример очень поучителен для нас с точки зрения получения хорошего опыта. Как я сказал, это сложная транзакция, которую инициировал первенство себе, взял это ВТБ Капитал, который смог договориться с кучей банков, предоставление финансирования, потом сам тоже вложил деньги, нашел другого инвестора, инвестиционный фонд, и самое главное, привел хорошего оператора, который все сделал по уму, то есть это тот оператор, который только и делает, что управляет аэропортами. Нам очень нужен такой аэропорт. Почему? Потому что каждый человек, когда прилетает в нашу страну, независимо от того, это политик, инвестор, это или турист, первым делом он сталкивается с нашим аэропортом и с нашими дорогами. Если у нас очень нехороший аэропорт, в плохом состоянии аэропорт, это первое впечатление. Во-вторых, любой человек, который прилетает в Кыргызстан, он не ограничивается только Кыргызстаном, так как у нас рынок слишком маленький. Он хочет прилететь сюда и иметь возможность улететь дальше в Казахстан, то это Узбекистан или Туркменистан или Российскую Федерацию. К сожалению, на данный момент наш аэропорт является тупиковым, и говорить о развитии туризма или инвестиционного сектора в целом, не имея подобающий аэропорт, который может соединить Кыргызстан с другими странами, говорить не о чем. Поэтому, безусловно, нам нужен хороший аэропорт, который смог бы стать образом хабом. Безусловно, возможно, нужно сюда, здесь принять определенные политические решения, чтобы открыть наше небо, сделать политику от открытого неба. Но самое главное, нам нужно взяться за аэропорт. Не такими маленькими траншами, как сейчас аэропорт Монас обращается к Российскому Крыгызстану на 5 миллионов или 10 миллионов долларов. Нет. Аэропорт полково реконструировали на 1,2 миллиарда евро. То есть, возможно, в наш аэропорт нужно инвестировать около 300 или 400 или 500 миллионов долларов. Безусловно, обязательно нужен этот сильный частный операционный партнер. Если мы не трансформируем этот аэропорт, а будем давать текущему управлению или всем бенефицарам, которые пользуются этими коррупционными путями и наживаются на этом, то, я думаю, страдает все население, это 6 миллионов человек наш. Умбриэль, это нужно нам. А кому из инвесторов может понадобиться этот аэропорт? Когда строили Пулково, вот этот пул инвесторов, они получили гарантию от правительства Санкт-Петербурга, что другого аэропорта в течение определенного времени и в определенном диаметре или радиусе не будет. То есть, если дать просто гарантию частному партнеру, что другого аэропорта не будет, и ты на этом можешь хорошо зарабатывать, вот Манасовный у нас единственный. Я уверен, что появится очень много желающих, кто хотел бы вложить сюда деньги, заработать на этом и вернуть нам правительству или государству хороший рабочий актив. Аэропорт – это только один пример инфраструктурного проекта. В том же Израиле был реализован проект платной дороги, которая там соединила тоже две части республики и, в принципе, себя окупила. У нас тоже можно, да, ту же самую альтернативную дорогу. Вообще, насколько реалистичны другие проекты, помимо аэропорта? Что еще может заинтересовать тех, кто работает, ну, тех, кто готов работать в рамках государства? Очень много. К сожалению, вся инфраструктура, которая у нас есть, она построена 95% в советском времени, ничего не менялась. Например, возьмите весь медицинский сектор. Практически, мне кажется, 80 или 70% тех услуг, которые медицинские медучреждения сейчас предоставляют, можно просто отдать на аутсорсинг. Аутсорсинг – это и есть государственное частное партнерство. Сейчас реализуется три маленьких проекта. Это по томографам, гемодиализу, но это совсем маленький проект. Нужны крупные проекты, когда какой-либо частной конторе, которая умеет управлять сетями или большими госпиталями, можно будет дать в концессию построить огромный госпиталь, где можно вылечить все, что угодно. Во-вторых, у нас, помимо дорог, мы продвигали идею промышленной зоны. К сожалению, бизнес сам не может оселить промышленную зону. Промышленные зоны нам нужны, чтобы аккумулировать весь маленький бизнес в одном месте, чтобы появился определенный кулак. Но чтобы построить хорошую промышленную зону и убедить небольшие компании переехать туда, по нашим расчетам понадобится от 15 до 25 миллионов долларов. Даже если какую-то часть мы, как бизнес-сообщество, будем готовы вложить, нам этих денег недостаточно, чтобы профинансировать весь проект. Вот в таких местах обязательно нужен частный партнер, который может дать длинные деньги и получить определенные гарантии от государства. Это касается тоже генерирующих мощностей. Мы не можем развить ни средний ГЭС, ни мини-ГЭС, ни крупный ГЭС. Это тоже можно отдать под концессии или под государственное частное партнерство. Бишкек задыхается от мусора. Нет ни одного мусороперерабатывающего завода. Мы просто вывозим и сваливаем весь мусор за пределы Бишкек. Когда-нибудь это намоукнется. Мусороперерабатывающий завод – это тоже длинная история. Обязательно нужны гарантии как со стороны муниципального правительства, так и со стороны, возможно, государства в целом. То есть вот те места, куда обычный бизнес не идет, но нужны обязательные изменения, конечно, это можно делать через ГЧП. Например, зачем реконструировать ТЭЦ Бишкека за счет бюджетных средств и вешать на себя огромный долг 200 миллионов долларов? Я думаю, это чистой воды глупость. Можно было просто отдать это на ГЧП, чтобы из бюджета ни одного сома не выходило, не вешать на себя никакого кредита, но дать инвестору частному заработать на этом, инвестировать, заработать и в итоге передать актив нам. У нас столько трупов, они этих канализаций...